Здравствуйте, наши уважаемые зрители! В эфире программа «Подмосковные вечера» и сегодня в кресле гостя в нашей дачной беседке Народный артист России, обладатель собственного знака на площади звезд Александр Малинин Здравствуйте, Александр! Я сейчас вначале не стала перечислять все титулы, регалии, звания на всех многочисленных творческих конкурсах Мне кажется, что проще перечислить, наверное, те регалии, которых нет, да? Вот единственное, госпремий, наверное, нет, а так, по-моему... Госпремий еще пока нет, да? Да, последняя премия Ленинского комсомола, по-моему, тоже была ваша Была, да, я был лауреатом премии Ленинского комсомола, самым последним лауреатом Насколько вот это место на площади звезд, о котором я сейчас вначале упомянула, в связи с чем оно было выбрано? Именно вот напротив концертного зала России, между такими именами, которые, ну, как мне кажется, связаны с вашей жизнью Я сейчас не раскрываю, да, более подробно этот момент, мне хотелось бы, чтобы вы о нем сами рассказали Ну, собственно говоря, традиция пошла, конечно, с Голливуда Мы все, в общем-то, у них передираем, естественно Ну, наверное, приятно, когда артист входит в историю отечественной культуры Ну, вот будем считать, что, так как меня туда, мою звезду туда заложили, считаем, что я уже вошел в историю Через многие-многие годы, сколько выдержит эта плита, эта, так сказать, вот эта звезда, пока она не сотрется А может быть, там все будет какая-то реконструкция и так далее То есть, мы же не знаем, у нас Юрий Михайлович, вот, допустим, он так резко все перестраивает, да, меняет в Москве Может быть, какой-нибудь следующий мэр после Юрия Михайловича лет через 50 скажет Давай мы это все снесем и что-нибудь сделаем там на этом месте новое Поэтому, ну, надеюсь, что в этом веке мы еще там полежим А у вас идет замечательная слава такая, как о человеке, как об артисте, который никогда не пользуется фонограммой на концертах Насколько это реально, насколько это действительно? Это реально, это действительно То есть, никогда, ни при каких условиях? Ну, на моих сольных концертах, естественно, никаких фонограмм не существует Бывают моменты, когда телевидение снимает, но там всех артистов, все артисты под фонограмму Потому что телевидение не готово обработать живой голос То есть, они не хотят этим делом заниматься Им проще фонограмму включить и всех под фонограмму отснять То есть, и получается, что вам под фонограмму уже сложнее работать, да? Мне сложнее попасть в артикуляцию, мне проще спеть вживую, чем учить фонограмму, как попадать в артикуляцию Ну, я просто вспоминаю вот замечательный случай такой Из рассказов в конферансе с Клавдией Ивановной Шиженко, которая, как известно, тоже никогда не пела под фонограмму И когда ее все-таки уговорили, огромный стадион, огромная аудитория Она выехала на автомобиле и должна была пойти по фонограмму И вдруг заиграла Хава Нагила Вот говорят, что это был первый и единственный момент, когда Клавдия Ивановна буквально била звукорежиссера Вот, то есть, вот у вас ничего подобного с этим не возникало? Как у человека, не работающего под фонограмму Знаете, не приведи Господь И даже вот как-то не хочется даже говорить об этом Потому что понятно, что это, опять же, это ошибка не артиста Вот это все-таки какие-то стечения обстоятельств, да, что вот останавливаются фонограммы и так далее Но, опять же, я говорю, что я ненавижу работать под фонограмму Поэтому на своих сольных концертах я всегда работаю только вживую Ну, а сбои какие-то концертные в связи с этим бывают? Бывают, иногда слова забуду, иногда... И что тогда? Ну, ничего, иногда даже могу остановить, просто не могу вспомнить даже следующую фразу И вот тут песня идет, а я не могу вспомнить И я тогда могу остановить музыкант, сказать, стоп, извините, слова забыл Вообще вспомнить не могу, давайте другую песню Публика не подсказывает? Ну, публика иногда начинает подсказывать, да Иногда бывает, я забываю слова таких песен, которые знают все наизусть Там, я не знаю, напрасные слова, к примеру И мне уже из зала подсказывают, кричат А бывает, знаете, вот просто какой-то стопор такой Вот вылетает одна фраза, и все, не могу потом вспомнить дальше, что дальше Александр, вы уже давно, я уже даже не буду говорить сколько лет, но уже давно-давно москвич И все-таки родина ваша Екатеринбург И Екатеринбург подарил нашей культуре, я сейчас говорю о рок-культуре, музыкальной культуре Огромное количество известных музыкантов Я уже, наверное, сейчас не буду перечислять всех Это и Наутилус Помпилиус, это и Агата Крести, и Чаев Ну, то есть набор совершенно уникальный и известный Недавно проходил фестиваль, рок-фестиваль в Екатеринбурге Который тоже собрал огромное количество народу И рок жив, был жив и сейчас живет в Екатеринбурге Вот ваши начальные этапы, они ведь тоже были связаны именно с роком И была косуха, и была косичка, и была серьга в ухе Всего этого уже, как я понимаю, нет, и давно нет И тем не менее, вы как-то связаны с этими истоками, вот с рок-культурой Екатеринбурга? Или это вообще совершенно параллельно? Я не связан с рок-культурой Екатеринбурга Но с рок-культурой я связан, конечно Я был этап такой, серьезный, творческий этап в моей жизни Когда я занимался именно рок-музыкой И я работал в ряде таких групп, которые в то время были очень популярными, модными Ну, в частности, вот группа Стаснамина, цветы И голубые гитары Голубые гитары, да Поющие гитары Ну, в поющих я гитарах не был Этот ансамбль назывался «Поют гитары» А, «Поют гитары» Да, но это была не рок-музыка Это была такая типичная Вия Вия, да Типичная попса, как мы ее сейчас называем Пели все, что звучало Самое, что все, что было популярно, то и перепевали В то время было много таких ансамблей Как-то они выживали и въездили по стране И я все это тоже проехал, посмотрел Но, что касается рок-культуры Вы знаете, вот сейчас, исполняя романсы Я все-таки ловлю себя на том, что я не пою их в академической манере И все-таки они очень довольно экспрессивны Экспрессивны в моем исполнении За счет того, что, наверное, во мне сидит вот этот вот стержень рок-музыканта Но ведь, я так понимаю, именно срок панорамы начался этот отчет популярности, да? Когда вы в роковой обработке Будем считать, что вот моя сольная карьера началась с рок-панорамы, да, 1987 года Да, Служников Служников, да Тогда я вышел на аудиторию с двумя романцами «Имщик, не гоня, не лошадей» и «Черный ворон» Причем очень интересный момент был Когда я пришел записываться для участия в этом рок-фестивале Устраивало его ЦК Волк-СМ Я пришел, значит, говорю, вот я хочу участвовать Они говорят, а что вы будете петь? Репертуар какой? Я говорю, ну вот, русская народная песня «Черный ворон» и «Имщик, не гоня, не лошадей» Они говорят, у нас рок-фестиваль, что вы там... Я говорю, так я и буду в рок-манере их петь И был колоссальный успех Я сам не ожидал Ну, в принципе, я ожидал, конечно, потому что я был готовым уже артистом к тому времени И у меня был большой опыт работы на любых аудиториях Дальше, в частности, вот, когда я работал в группе Стаса Намина У меня была возможность, мне Стас давал возможность выходить на сцену одному с гитарой Вот во время концерта концерт идет, рок идет И вдруг я выхожу один с гитарой и пою балладу «Черный ворон» И имел колоссальный успех Всегда И просто я понял, что тогда, собственно говоря, у меня нет преград Я могу работать на любую аудиторию То есть та самая ниша была найдена Да, на любую аудиторию с этими вещами Главное, как они сделаны и как они спеты, вот и все И тогда этот рок-фестиваль показал, что мне нужно идти именно по этому направлению И тогда началась уже такая серьезная работа над романцем Ну, насколько я знаю, в ваших планах, я, правда, не совсем осведомлена, насколько они осуществились, эти планы Было создание студии, где бы вы преподавали И вот можно ли этому научить людей? Ведь это же, когда один человек поет, это его, это его собственное Можно ли это дать, можно ли это передать? Можно попытаться научить Знаете, вот можно 100 человек рассказать им одно и то же Вдалбливать им каждый день одно и то же В конце концов, хотя бы один из них поймет это и начнет чувствовать это Начнет с пониманием относиться к своему творчеству Вот и это, слава Богу Потому что, ну, каждому, конечно, не дано Потому что романс, он вообще настолько тонкий жанр, что это нужно Его только чувствовать можно на уровне подсознания, на уровне какого-то души А кто вам это дал, передал? От кого вы это приняли? Знаете, я же много учился У меня было У меня было Как минимум 4 педагога по вокалу С самого начала И все они меня учили Все мне старались рассказать, что нужно Конечно, пока ты сам это не поймешь Пока ты не ощутишь этого на концерте Рассказать об этом сложно То есть научить этому, конечно, невозможно Но можно направить человека по правильному пути Александр, а в таком случае можем ли мы говорить о достаточной вашей материальной обеспеченности? Потому что вы относитесь Ну, поправьте меня, если я не права Но, скажем так, вас относят, да? К достаточно дорогостоящим артистам Если можно так говорить о человеке Но ведь это же применительно, да? Вот этот человек, его выступление стоит столько-то Выступление этого человека стоит дороже Ну, поэтому говорят, вот этот более дорогостоящий Вот это менее И тем не менее А вас говорят как о высокооплачиваемой артисте Да, да Значит, тут такая ситуация Дело в том, что я получаю приличные деньги И, естественно, мне хватает на жизнь Для того, чтобы обеспечить свою семью Но это не деньги для бизнеса А не было ли такой возможности Или такой мысли Именно параллельно с творческим процессом Заняться бизнесом? Ну, или, по крайней мере, под своей маркой Под своим именем Ведь примеров таких достаточно много Заняться каким-то вот Именно делом, которое приносило бы прибыль У меня есть моя супруга Вот она-то как раз Человек бизнеса И, естественно, параллельно шоу-бизнесу Она организовала свой бизнес У нас Ну, будем говорить у нее, да Значит, она Она ведь врач Да, она придумала свой бренд Который называется Бальян М.Б. Малинина Бальян И вот она пытается так сказать Вот сейчас успешно Успешно работает Потому что уже мы так развиваемся Развиваемся И слава богу, что вот, знаете, так что Вот я так пытаюсь Я вкладываю деньги, которые я зарабатываю Небольшие Я вкладываю, так сказать, вот в этот бизнес Для того, чтобы он развивался Но, насколько я знаю, у нее ведь была клиника своя Да, у нас есть клиника То есть и на Бальян Гинекологическая клиника Да, гинекологическая Да, и плюс вот мы открыли аптеку в Жуковке И сейчас вот мы будем открывать еще в Москве На Остожнике аптеку одну Мы будем открывать Ну, есть, в общем, планы, которые, так сказать, пока То есть, ну, если Александр Малинин говорит у нас Значит, это все-таки, все-таки семьи Я не разделяю, так сказать, себя и мою жену Все-таки мы семья, и мы работаем в одном направлении Конечно же, она помогает мне в творчестве Она многие вещи продюсирует Она, так сказать, многие какие-то вопросы творческие решает Но на своем уровне, на уровне бизнеса, понимаете? В таком случае, как у нее хватает времени Заниматься и клиникой, и шоу-бизнесом? И семью еще Да, конечно У нас еще дедушки вот недавно родились, сегодня в крещении И сегодня ровно два года, как мы их крестили Ну, то есть, вот как это все удается совмещать? Ну, мне сложно сказать Мать, жену, бизнес-леди Она потрясающая женщина Друга поддержки Да Как это ей удается, я не знаю Когда она спит, когда она ест И вообще, когда она все время в работе Она как ураган носится Из офиса домой, из дома в офис Успевает накупать, намыть детей Приготовить обед Уволить пару бухгалтеров из фирмы Взять новый Прослушать Прослушать Пару девушек для бэк-вокала Посмотреть танец Новый номер Это все успевает Понимаете? Ну, насколько я знаю Эмма, это ваша уже третья жена Ну, знаете, как обычно говорят Вот человек находится в поиске в определенном Будем считать, что по молодости Я, так сказать Я не видал, что я творил Я был все время в каком-то поиске Я все время ее искал Да, это были, так сказать Ошибки молодости Это было просто, так сказать Был такой привлок Мне не было жить, где я познакомился с женщиной И вроде как Ну, симпатии какие-то определенные есть Поженились, прописался Потом чувствую, что Ну, это совершенно не мое Вот понимаете Это не Я все время куда-то смотрел налево, на сторону Все время искал какую-то ту женщину Которая была бы моей второй половиной Александр, в таком случае я вас перебью Это вот ваша судьба В таком случае, да Это та самая судьба, которую Высовский писал Вот я вошел, да И сверкала среди зала Солнца много, факел мало Вот это первый взгляд и все Или это чувство в развитии Что это такое? Что это родство, душ? Это все Это и первый взгляд, и чувство в развитии Где вы познакомились? Как это было? Познакомились? Если это, конечно, не секретно Сначала я познакомился с ее подругой Мы летели за границу в Польшу Сидели вместе И просто разговорились И я пригласил ее на свой концерт Даже это был не мой концерт Это были рождественские встречи Такой же это был год Восемьдесят девятый год Нет, познакомились мы в восемьдесят восьмом В восемьдесят восьмом Да, это был восемьдесят восьмой год Восемьдесят восьмой год Самолет Да, в самолете И она пришла и привела Эму с собой на концерт Эта девушка И вот мы там познакомились На концерте То есть прямо в зале? Нет Вы ее увидели в зале? Нет Я пригласил подругу Ее подругу В самолете Пригласил на концерт Она пришла и привела с собой Эму Я их встретил, проводил, посадил Естественно Вот когда я их встретил, проводил, посадил А потом после концерта мы еще, так сказать Пообщались И все И с тех пор мы дружим То есть прямо с самой первой встречи? Нет, ну конечно Был период, так сказать Наших взаимоотношений, ухаживаний Влюбленности и так далее И тому подобное Потом уже был, естественно Брак Ну как вы поняли, что это именно та женщина Которая вам нужна? Она мне рассказала Как это? Ну она мне сказала, что я та женщина Которая тебе нужна И вы с этим согласились? Ну в общем, это было очень убедительно Потому что в то время Был такой период, когда Когда я говорил, что я находился в поиске У меня было много Знакомых женщин Но Ни одна мне так убедительно не сказала Что я именно та женщина Которая тебе нужна Теперь семья Малининых живет счастливо В собственном доме Теперь Малинины уже не москвичи А жители Подмосковья Я правильно понимаю? Нет, ну как бы у нас, конечно, есть квартира в Москве Но живем мы сейчас в Подмосковье Ну у нас программа подмосковная Поэтому мы так с гордостью говорим Да, про Подмосковье И у нас в Подмосковье живет Александр Малинин А если это не секрет, где территориально? Это на Рублевском шоссе И вот на что похож тот дом? Вот какой он? Где проводит Александр Малинин с семьей Те редкие минуты отдыха Что там происходит? Вот вы пришли с концерта И вот Что дальше? Ну, когда я с концерта прихожу Дети уже спят Поэтому все ходят на цыпочках Дабы не будет детей Ничего особенного там не происходит Происходит обыкновенная Такая бытовая ситуация Жизнь Я возвращаюсь вечером Моя жена меня кормит ужином Она сама готовит? Мы разговариваем Да, она сама готовит Она очень вкусно готовит И мы обсуждаем Те проблемы, которые Которые, так сказать Нас в данный момент интересуют Которые важны Строим планы на будущее Анализируем то, что было Что говорят Какие-то слухи доходят Это все Приходят, звонят А вот статья какая-то новая вышла А вот что-то там произошло То есть это как бы Ну, что обычно проходит Какие разговоры между мужем и женой А поклонники не донимают? Ну, вот скажем, в доме Нет, они не добираются до дома То есть забрались вглубь Ну, а на концертах? Что на концертах? Ну, вот бывают же такие ситуации Вот поклонницы, да, женщины В большом количестве Любимый кумир на сцене перед ними Ничего вот Не терроризируют Вы знаете, у меня такая интеллигентная публика Что Нет, ну попадаются, конечно Иногда От чувств в буфете Мадам может перебрать И пошла на сцену Ну, там стоит охрана Которая дифференцирует Разделяют Адекватных И неадекватных Ну, а письма пишут поклонницы? Письма пишут, конечно Письма пишут И подарки присылают И так далее А жена как к этому относится? Абсолютно нормально Абсолютно нормально Она понимает, что я популярный артист И, естественно, это неизбежно У меня должны быть поклонники Поклонницы Если их нет Значит, я не популярный артист А что присылают? Какие подарки? Ну, по-разному По-разному Иногда вот В концерте шампанское выносят Какие-то Для детушек присылают Какие-то игрушки Мишек плюшевых И так далее Мягкие игрушки В основном приносят, конечно Стихи, книги Поэзию Какие-то сборники Старинные романсы Приносят сборники Это вот очень всегда приятно То есть это в дело идет Понимаете? Вынесли вот Мне огромный сборник Старинный романс Дореволюционные Дореволюционные издания даже Понимаете? Это все такое пожелтевшее Но это такое Дорогого стоит подарок И многие Очень много сборников Вот по Романсам По стихам По песням И для меня это все Очень важно И все я использую В своей работе Александр Вот я так понимаю Вам Сия обстановка Дачной беседки В таком случае Привычно И Да Здесь мангальчика еще Не хватает И Стаса Намина Я так понимаю Вашего друга И соседа Со Стасом мы Не часто Общаемся Потому что Как-то вот Судьба Развела нас Но Мы сохранили Добрые отношения Так скажем Я насколько знаю Среди ваших соседей Очень много Знаменитостей Таких Именитых людей Вячеслав Тихонов И вот С соседями Дружите? Ну тоже Знаете Как с соседями Дружат С соседями С соседями Дружат Так сказать Как-то Локально Очень Немного С соседями Нельзя дружить Захлеб Ваш любимый напиток Что вы пьете Когда встречаетесь С друзьями? Ну Знаете Так как я не алкоголик Да И Не страдаю запоями То могу себе позволить Выпить И водки И виски И коньяка И Я очень люблю Вино Но Это конечно Все В меру В меру С друзьями Конечно же Ну что В баню Ну мы можем Пиво попить Раки Да Водки Можем выпить Так вот Когда мы встречаемся Компанией Просто посидеть Поговорить То конечно Вино Я очень люблю Красное вино На концерт Каких артистов Вы бы сами С удовольствием Сходили? Ну Вы знаете Нет желания Идти на Отечественных Артистов Но Я Люблю Классику И конечно же С удовольствием Хожу на Спектакли Наших Отечественных Артистов Классических Что касается Эстрады То Это Такой Вопрос Спорный Сложный Желания Нет Идти А С удовольствием С удовольствием Хожу на Звезд Которые приезжают К нам Западные звезды Какой Фильм Из Ну скажем так Последнего Такого репертуара Вам особенно Запомнился Гарри Поттер Понравился Очень понравился А когда вы находите время Смотреть фильмы Вы знаете Я приезжаю после концерта Уставший И вот это может быть Уже в районе Там 12 часов Да Вот И я могу часов до 2 До 3 Посмотреть телевизор То есть телевизор Шансов встретить Александра Малинина В кинотеатре нет Я так понимаю Нет В кинотеатре нет В кинотеатре я не хожу А театр? Театр В театре тоже бываю Очень редко Потому что Очень плотный график Я все время работаю У меня все время Все вечера заняты Я все время У меня выступление Поэтому мне Сложно Планировать Даже себе Театр Предполагаете ли вы Сниматься в кино И играть в театре? В театре играть Не предполагаю Это 100% А мюзикл? Сниматься в кино Мюзикл? Мюзикл может быть Может быть Мне это очень интересно Что касается Сниматься в кино То были Были такие прецеденты Я вот снимался В клипах своих Я снимался В песне о главном Вот это немножко Чуть-чуть кино Называется Чуть-чуть кино Мне интересно Поработать в кино Но К сожалению Наверное я не артист кино Ни один еще Режиссер не обратил На меня внимание Как на артиста Кино Наверное я Не настолько Хороший артист Драматический Чтобы меня пригласить В кино Я наверное все-таки Больше музыкант-певец Не предполагали ли вы Сами заниматься Постановочной работой Ну я имею ввиду Конечно Мюзикл Допустим Вот такое направление Я думаю об этом Сейчас видите Как мюзиклы Становятся модными Популярными Сам я занимался Только постановкой Своих концертов Именно вот балов Я поэтому и спросил Опыт-то есть Огромный опыт Греха бы не использовать Ну Знаете как Нельзя вот Как-то растворяться Разрываться На все Надо вот как-то Делать свое Какое-то дело Одно Ну правильно Хорошо Профессионально На высоком уровне Вот это главное А когда ты одно Второе Третье Не получается Нет времени Не хватает времени У нас есть такая Добрая традиция В программе Гость наш Обращается К нашим зрителям И к своим Поклонникам Слушателям Зрителям С пожеланиями Или Какими-то Вот добрыми Словами Которые у вас Наверняка найдутся В общем С обращением К жителям Подмосковья Александр Малинин Народный артист России Я хочу сказать Что Не забывайте Пожалуйста Что есть такой Певец Александр Малинин Приходите Почаще На мои Живые Сольные концерты И Вы для себя Откроете Другого Малинина Не того Которого вы Видите По телевидению И слушайте По радио Живой Малинин Он в тысячу Раз ярче Выразительнее Интереснее Чем На экране Телевизора Или В эфире По радио Не забывайте Потому что Я люблю вас И пою Только для вас Приходите Всегда На мои концерты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры подогнал «Симон»